Что такое шум? Каким он бывает? Особенно ночью. Об этом в уже погрузившемся в темное время суток Ростове рассказывает антрополог Андрей Вазьянов. Мы с моим научным руководителем Гером Дузингсом, это нидерландский исследователь, делаем два курса для студентов смежных. Он занимается исследованиями ночи, а меня давно интересовала тема звука и звука, в частности, в гуманитарных науках, в качественных данных. И сегодня я буду говорить по материалам заготовок этого курса, поскольку курс будет весной. Тема звука мне давно близка, поскольку я делаю музыку и очень много занимался расшифровкой интервью и обработкой каких-то текстов, различных переводов звуков в текст, скажем так. А с другой стороны, поскольку моя диссертация про общественный транспорт, общественный транспорт как источник шума в городе, тоже связан с этим звуковым измерением городской жизни. Один из сквозных сюжетов моего исследования в том, насколько городу нужен трамвай, в каком виде, при каком размере города, при каких режимах мобильности, я часто натыкался на мнения или аргументы, ну или что-то, что подавалось как аргументы, где эксперты, а то и не эксперты, а просто жители говорили о том, что это шумный вид транспорта и что нужно ограничивать его в определенные часы или убирать с определенных улиц. В общем, так мало-помалу собирались разные сюжеты для этого курса. Шум – это культурный конструкт и в разных культурах, городах, странах воспринимается по-разному. Поэтому одни и те же звуки, ну скажем, звуки с одними и теми же физическими характеристиками могут иметь совсем не одинаковые социальные эффекты. Громкость звука не всегда пропорциональна степени раздражения, которую порождает этот звук. С другой стороны, не всем группам городского населения позволены одинаковые, скажем, степени шума и не всем событиям. То есть существуют очевидные какие-то виды шумового неравенства и какие-то пространства в городе, которые более сложны для очистки от шума, чем другие. Ночь тоже по-своему является культурным конструктом. Ночь в городе, как мы ее знаем сейчас, с определенного часа до определенного часа, когда закрыты все учреждения, когда нельзя шуметь, когда не ходит общественный транспорт и когда, скажем, студенты консерватории вынуждены вместо того, чтобы заниматься, вместо того, чтобы учиться, вынуждены читать художественную литературу. Такая ночь, она, в общем, пришла в города только в XIX веке, когда получила распространение электричества. И было бы упрощением сказать, что до этого люди просто спали, когда темно. Нет, это было не так. Антропологи выделяют три разновидности культур сна. Это однофазовые, двухфазовые, полифазовые. Как можно из названия догадаться, в некоторых культурах традиционно принято спать один раз в сутки, в некоторых два раза в сутки. А в некоторых это какой-то нелинейный, более сложный ритм. Совсем не обязательно он пересекается с темными и светлыми временами суток. Все по-разному. Все сложно и связано с другими ритмами, скажем, с ритмами жизни животных. Или же с внутренними ритмами человека, которые, как показал Юрген Ашхов в 60-х, тоже не обязательно имеют продолжительность 24 часа. Там в ходе эксперимента волонтеры жили в течение нескольких недель, трех, по-моему, в помещении, в котором не было естественного освещения и не было никаких часов. И исследователи наблюдали цикл их активности. И выяснялось, что на самом деле не 24 часа, а 26 в среднем. Ну, то есть там варьируется от 25 до 27. Что дало возможность говорить о том, что не всем обязательно удобно жить в ритме 24 часа помножить на 7. Человеческих ритмов больше, и в городе их тоже больше. Разным людям нужны разные виды труда и, скажем, разные распорядки труда временные. Тихое введение в антропологию шума по ночам – так назвал свою лекцию автор. Выпускник факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Аспирант университета Регенсбург в Германии. Исследователь городского пространства, транспорта, медиа и, собственно, самого шума. В первую очередь хочется со своей, что ли, специальной точки зрения сказать о том, что шумовое загрязнение и шумность городов описывается не только герцами и децибелами. Она намного сложнее, она в том числе описывается через реакции человеческие. И тут вот мы обсуждали с коллегой эту тему, он сказал, ночью слух у людей обостряется, но шума ночью меньше. И здесь для физиков, наверное, было бы важнее то, что шума меньше. Но для антропологов и социологов важнее то, что слух у людей обостряется. И это означает, что даже если шума меньше, все равно вмешательство шума в их жизнь, в их настроение, в их сознание и в их деятельность больше ночью, несмотря на то, что шума меньше. И вот эту сложность и эту многогранность человеческого опыта и непредсказуемость реакции на шум пока что многие не учитывают. Скажем, при проектировании городов, при планировании работы транспорта, при планировании строительных работ или при планировании массовых мероприятий. Учитываются в основном только физические параметры. При том, что шум давным-давно перестал быть просто звуком, у которого нет тона. Шум может мешать, но может и не мешать. Может мешать абсолютная бесшумность, как показывают интервью с людьми, которые вдруг сменив обстановку, переехали, скажем, из шумного места жительства в какое-то, где нет никаких дорог, транспорта, ничего. В итоге выясняется, что, например, эти люди просыпаются от очень тихих звуков на бесшумном фоне, от криков пеликанов, потому что они живут недалеко, где-нибудь от пляжа. То есть реакция на шум, она очень контекстуальна. Если у людей постоянный какой-то фоновый шум, они могут к нему привыкнуть, они могут понять его паттерны, его динамику, в общем, приспособиться и забыть вообще о нем. Если же это шум, который с какой-то непредсказуемой периодичностью происходит, без регулярного ритма, невозможно предугадать, когда в следующий раз произойдет что-то шумное и неприятное. Вот тогда все становится сложнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова